Приветствую вас, Светлана. Я думаю, что если отвечать на ваш вопрос просто, то вам нужна индивидуальная работа, в ходе которой вы как раз таки придёте к гармонии, к пониманию, к принятию и так далее. В том числе, посредством проработки негатива, проработки травм, которые у вас есть, в том числе, благодаря взаимодействию с АСОМ. Это первое. То есть такого вот универсального ответа на ваш вопрос нет, нет в принципе. Потому что история ваша уникальна, история ваша индивидуальная и подход к ней должен быть такой же. Дальше. Вы описываете такие вот классические созависимые отношения. Когда один зависимый партнер, ну условно говоря, побуждает других людей, окружающих людей, к зависимости тоже. Но интересно немножко другое. Интересно то, как он это делает. Он это делает не путём заставления. Он это делает путём раскрытия уже имеющихся слабостей, уже имеющихся проблем. Проблем у человека. И это очень важно понимать. То есть, например, даже ваша мама оказалась в этой ситуации, в этой ситуации, которая у нее есть, да? Это совершенно не случайно. Я оказалась в этой ситуации, потому что к этому были определенные, ну определенная такая вот предрасположенность. Скажем так. И эта посположенность связана в первую очередь с самооценкой, со страхами, с неверенностью определенного рода к себе. И так далее. Вот. И соответственно, проблемы с личными границами у вашей мамы тоже присутствуют. Эти же проблемы есть и у вас. Потому что, несмотря на сопротивление, несмотря на ненависть к обцу, это все равно неравнодушие. Неравнодушие означает, что вас это задевает внутренне. А если вас это задевает внутренне, то, скорее всего, речь идет про то, что где-то, как-то косвенно вы согласны с такой позицией. Где-то косвенно как-то вы в глубине души, согласны с этой вот ситуацией, в которой оказались вы и ваша мама. Мама. Вот. Хотя и безусловно вам это может не нравиться. Совершенно необязательно ситуацию принимать. Совершенно необязательно быть с ситуацией согласны. Это очень важный момент. Дальше. Значит, мой отец алкоголик. С самого моего детства я не помню ничего хорошего от этого человека. Здесь у вас такая болтапчина. Серьезно идет негативная составляющая. Капса. А вот. Ну, ну. Именно такая вот негативная составляющая. Это можно и нужно скорректировать. Если вам, если вам хочется. Конечно. Иногда я прихожу к маме, она живет вместе с отцом. В том виде, как она живет, у меня наворачиваются слезы на голове. Здесь вы жалеете. Здесь вы жалеете свою маму. И вот это достаточно серьезная проблема. Потому что жалеть вашу маму, несмотря ни на что, не рост. Потому что то, что она сделала, то, как она себя ведет, это ее выбор. Вы же считаете спром. Она не счетлива. Вы считаете спром. Ну, она не должна. Ну, она должна находиться. В таком положении. Она должна находиться в таком состоянии. Вот. Наверное. Вы так считаете. Вот. И, соответственно, в этом есть одна из причин вашей боли. Вот. Это отрицание выбора человека. Вот. И. Несогласие с тем, что, по факту, есть несогласие с тем, что, по факту, имеет место быть. Вот. Борьба и сопротивление. Оставить вашу маму. Оставить вашу маму. Так же здесь необходимо. Тихонечку отходить от. Идеи. Того, что. Ваша мама. Не находится. Там, где она должна находиться. Тихонечку отходить. Нужно. Тихонечку отходить от этой идеи. Что. Вашу маму нужно жалить. Напротив. Именно. Через. Замять ваши мамы получают. То, что ей необходимо. К сожалению. К сожалению. То есть, я. Отдаю себе отчет, что. Вам это вот. Слышать. Слышать. Но. Скорее всего. Неприятно. Вот. Дальше. Отец. Пьяный. Творит. Все. Все. Сдумается. Особенно. По выходным. Когда работы нет. Ну. Здесь. На мой взгляд. Классическое. Такое. Вот. Обвинение. Вашим отца. Да. Это он. Мацан. Виноват. Если бы не он. Мы были. Мы были. Счастливы. Но. На самом деле. Нет. У отца. Тоже есть проблемы. Там все в запое. Люди просто так не уходят. Я ушла из дома. Именно из-за отца. Потому что. Не знаю. Это больше терпеть. Вы поступили. Правильно. Вопрос в том. Освободились ли вы. Эмоционально. Вот. Ну. На мой взгляд. Нет. На мой взгляд. Вы не освободились эмоционально. Вот. На мой взгляд. Вы. Собрением. Отца. Зависите. Вот. Несмотря на то. Что. Ушли из дома. Ну. Это. Опять же. Нормальная. Нормальная. Такая история. Потому что. Физическое. Устранение. Редко. Это. Эээ. Решает. Проблемы. Вот. К сожалению. Эээ. Эээ. Физические проблемы. Очень редко. Эээ. Физическое устранение. Очень редко. Помогает. Эээ. Эээ. Решить именно. Эээ. 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 Оно находится. Как раз таки. В голове. Оно не находится. Не. Не находится. В.эээ. Физическое. Вот. То есть. Вроде бы. Вы. Из дома. Ушли. Вот. Вроде бы. Вы. Из дома. Ушли. Прямо что. Ну. Не. Не смогли. Вот. Терпеть. Как раз. Эээ. Вот. А вот. Но. В то же время. Приходите. Приходите. Да. Вы объясняете. Это всё. Тем. Что. Прожимаете. За свою маму. Но. Не принимаете её выбор. То есть. С какой стороны. Не посмотри. Да. С какой стороны. С какой стороны. Не посмотри. быть очень жертвым. Здесь я бы рекомендовал изучить треугольный карман для того, чтобы лучше понимать, чем нет речи. Я бы рекомендовал поисследовать быть треугольным карманом. Вы сейчас находитесь в позиции жертвы-спасителя, что-то пытаетесь спасти свою маму. Но у нас, конечно, этого не получается. Ваша мама в спасение не наздает. Точнее она наздает спасение, но она наздает спасение постоянным. А ведь сами зависит от, ну, по сути, от своих родителей. Вот как вы были на зависимости, так вы, в принципе, на мой взгляд, на зависимости и остались. Никуда это не делать. Даже несмотря на то, что вы шли. Так, я постоянно поджимаю за маму, не могу принять ее выбор так же. Ну, вот с чем это связано, нужно разбираться. Я не поджимаю на раздражение, а сильно сказываться на моей работе. Ну, смотрите, аааа, я вам раздражение и призимание за маму, для чего это нужно. Вот. А ненависткацию это, по сути, прикладывание на него ответственности за свое собственное, ну, такое вот, неблагополучное, если можно так выразиться, состояние. Вот. Дальше. Родители всегда жили вместе за свое детство, страдал вместе с мамой пьяного гражданного отца. Ну, вы страдали, с вами страдала ваша мама. Вот. Ну, вам нужно позволить свою маму не страдать, а с мамой страдать перестать. Для этого нужно перестать связывать свою жизнь с мамой. Чтобы перестать, необходимо понять, что вам это дает. Теперь я просто ненавижу, не могу сказать ему даже пару слов, ну, это понятно. Также с детства не понимала, почему мама не хочет ничего поменять в своей жизни, потому что она боится. При слове отец жилой квартиры фактически не набор, она боится, что она боится отца в своей жизни. Обязательно начинает их откорблять. Так, страдает совершенно не учитывать, никакое угрызение совести, потому что ничего не помнит. Ну, смотрите, здесь вы говорите про чисто вины. Вот. Как будто вот чисто вины может вообще что-то изменить. Это такое. Заблуждение. Тоже. Тоже. Там, что там. Чувство вины никогда ничего не меняет в отношениях. Чувство вины никогда ничего не решает во взаимодействия между людьми. Чувство вины наоборот закрепляет только негативное поведение. Так, значит, когда рассказывает, что он творил, он никак не принимает это, он не считает себя виноват, а в отношениях не раскаивает. А что, соответственно, должен он, ну, то есть, что должно принести раскаянию? Вот. С его стороны, да? Если ничего, он меняется в своей жизни не собирается. Вот. То есть, знаете, да, вот это вот стремление, стремление к тому, чтобы вызвать у человека чувство вины, это... Такая иллюзия решения проблем. Могите советам, как постоянно не волноваться и не разоржаться из-за этих ситуаций, как постоянно видеть отца и понять решение мамы. Ну, это индивидуальная работа, но в целом, я думаю, что вы переносите на маму и на отца сейчас свои собственные переживания, свои собственные проблемы, вот, свои собственные внутренние конфликты и надеетесь, что если мама, например, уйдет от папы, то ее вырешит свои проблемы, не решит. Также я думаю, что есть определенные сложности с самооцелькой у вас, с личными границами, с ответственностью, что это нужно корректировать. Ну и личный рост, который позволит вам по-другому взглянуть как на отца, так и на мат. Вы сейчас видите в них только отца, только мать, а смотреть на них нужно еще и как на людей, как на личности, как на мужчину и на женщину. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.